Тюменская область приняла Всероссийский день бега 2024 на пяти территориях, в том числе в Заводоуковске. Обливание водой, закаливание. Дети у нас в обязательном порядке ходят на... Сын ходит на дзюдо, дочь ходит на биатлон с четырех лет. Я занимаюсь пока только скандинавской ходьбой. В основном женой мы любители, дети у нас практически профессионалы уже спортивные. Мечтаем из них вырастить профессиональных спортсменов. К сотням заводоуковских любителей бега присоединились и гости из соседних районов. Каждый год не пропускаем. Сегодня 9 человек из нашего города. Вообще мы ездим от 10 до 20 человек. Разные возрастные категории, ветераны, пенсионеры даже, 70+. И вот они старт нашим юным бегунам! Юные бегуны старательно обгоняют друг друга. На кроссе нации им нужно преодолеть дистанцию в 1 километр. Хотя медали на финише вручают каждому участнику. Я был очень рад пробежать такую длинную дистанцию. И это было захватывающе и интересно. Дистанции 4, 6, 8, 12 километров. Самый массовый старт 2 километра. Многие участники старались побить личные рекорды. 500 метров, 5 километров, 3 километра, 2 километра, 4 километра. Я могу стать знаменитым спортсменом, чтобы меня все знали. В кроссе нации участвовали целыми семьями и рабочими коллективами. Забег в Тобольске объединил более тысячи человек. И не только местных любителей бега. Всей семьей, сами из Лагайского района, вот мы приехали. С дочкой маленькой, 5 лет. Первый раз мы тебе привезли на такие крупные соревнования. Все понравилось. Будем, конечно, еще в дальнейшем так же приезжать, участвовать. Кросснации проходит с 2004 года. Проводится в рамках федерального проекта. Ход, здоров от жизни!